Девушки отдыхают Как вы это объясните? Подземные воды? Землетрясения? Нет, на самом деле я не считаю это чем-то сверхъестественным. Музыка, начинающая играть сама по себе. Скорее всего, это из области противоестественного. Противоестественного? То, чему в настоящее время у нас нет никакого естественного объяснения, но, возможно, когда-нибудь оно у нас появится. Противоестественное для одного поколения становится естественным для последующего. Вы знаете, не так давно ученые смеялись над идеей магнитного притяжения. Они не могли его объяснить, поэтому отказывались принять его существование. Жизнь до сих пор полна противоестественного. Моя мама... Продолжайте, говорите. Вы пытаетесь делать это с того времени, как приехали. Я не знала, о чем собиралась сказать. Я до сих пор в ужасе от вчерашней ночи. Вы не должны бояться. Это глупо. Глупо? Вы не прошли через это. Это ужасное и непонятное нечто. Непонятное. Вот ключевое слово. Когда мы становимся участниками сверхъестественного события, мы пугаемся до смерти лишь потому, что оно для нас непонятно. Плащ ребенка в ночи, лицо на стене, стуки, удары. Чего же бояться? Вам не угрожают. Это безобидно, вроде неудавшейся шутки. Но ребенок... Не было никакого ребенка. Помните? Только голос. Еще хуже. Послушайте, давайте я так скажу. Когда люди верили, что Земля плоская, идея круглого мира пугала их по глупости. Потом они поняли, как устроен круглый мир. То же происходит с миром сверхъестественного. Пока мы не узнаем, как он устроен, мы продолжим носить с собой это ненужное бремя страха.